АТОМщики 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 Сбутник АТОМщики АТОМщики сметали с дорог и тротуаров песок и землю, благоустраивали территории дворов. Надо действительно облагораживать Десногорск, чтобы вот такого грязи не было. Но еще надо, наверное, людьми учиться, чтобы не мусорить, и своих внуков детей учить. Все же надо как-то порядок наводить, ведь у нас город очень красивый. Для того, чтобы пляж выглядел красиво, привлекательно, чисто и аккуратно, мы здесь и работаем. Наводим порядок. Соответственно, все спасатели и сотрудники управления откликнулись и пришли убрать территорию, убрать пляж. Призываю всех жителей нашего города бережно относиться к тому подарку, к той красоте, которая нас окружает. Конечно, поменьше мусорить и почаще убирать. В районе парка Десногорский убирали мусор более 60 школьников-волонтеров. Мы выбрали себе площадку. Здесь будет будущий атомпарк. Мы хотим навести здесь порядок, чтобы началось бы быстрее строительство. Волонтерское движение в нашем городе набирает обороты. К нему присоединяется все большее число неравнодушных людей. Например, работник управления производственно-технологической комплектации «Смоленскайс» Владимир Муравьев, недавно проводивший акцию по очистке лифтов от надписей и незаконной рекламы, с удовольствием присоединился и к общегородскому субботнику. Нельзя всегда полагаться только на власть. Надо и самим принимать участие в жизни города. Я думаю, что если объединить силы и городских властей, и самих жителей, то наш город станет еще чище и лучше. Коллектив акционерного общества «Атомтранс» навел порядок во дворах 1-го, 8-го, 9-го домов 3-го микрорайона. Отремонтировали и покрасили малые формы, завезли в песочнице свежий песок, подрезали сучья на деревьях и высадили декоративные кустарники. Мы на протяжении уже нескольких лет здесь обновляем, ремонтируем. То есть это уже работа такая плановая. Мы контактируем с работниками управляющей компании. Это гражданский долг любого человека. Там, где живешь, приносить туда добро, чистоту. Экологический субботник даже вышел за пределы города. В лесной зоне санатория-профилактория «Лесная поляна» организация молодых атомщиков помогла в обустройстве теренкуров, оздоровительных троп. Наш волонтерский штаб из 30 человек, представитель организации молодых атомщиков, приехал в профилакторий по просьбе директора Андрея Вячеславовича Орлова. Для того, чтобы прибрать территорию теренкура от старых поленьев, деревьев. Объем работы сегодня колоссальный. Территория большая, около километра. Город уже попилил деревья. И вот мы нашим коллективом все это убираем на КамАЗ и вывозим в лес. Помимо тяжелого труда сегодня есть место и для творческой работы. И наши девушки сегодня облагораживают фонарные столбы, красят, подкрашивают лавочки. Так что, чтобы было все красиво и чтобы территория теренкура радовала глаз всех, кто по ним гуляет. Подводя итоги общегородской акции по уборке города, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский подчеркнул, что субботник прошел успешно. 26 апреля в Десногорске прошел митинг, посвященный 33-й годовщине событий на Чернобыльской АЭС. Выразить слова благодарности героям-ликвидаторам и почтить память тех, кого уже нет рядом, собрались смоленские атомщики, представители органов местного самоуправления, общественных объединений, коллективы, организации, учреждений города, учащиеся школ. Для жителей Десногорска дата 26 апреля 1986 года имеет особое значение. Наши земляки одними из первых откликнулись на трагедию в Чернобыле. Работники Смоленской АЭС, пожарные, врачи, строители, военные, водители работали на всех участках ликвидации последствий, помогали жителям Припяти. Мирный атом, он до того времени, до той поры мирный, когда с ним мирно обращаешься, вольно с ним обращаться нельзя. И он дал нам горький, но правильный урок. Этот урок позволил нам провести ренессанс, нам, я имею в виду, работникам атомной отрасли, атомной энергетики, и выйти на новый уровень. В своих выступлениях сенатор от Смоленской области, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов, депутат Смоленской областной думы, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Михаил Лосенко, протеерей Виталий Сладков подчеркнули профессионализм и глубокий патриотизм героев-ликвидаторов, отметив, что их подвиг навеки записан в летопись человеческого мужества. Подведены итоги творческого конкурса «Охрана труда глазами детей», который организовали администрация и профсоюз Смоленской АЭС. Юные художники представили 115 рисунков, посвященных теме безопасности на производстве и в быту. Торжественное награждение победителей и призеров состоялось 26 апреля. По словам председателя жюри главного инспектора Смоленской АЭС Рамиля Галиева, задача конкурса – через творческую деятельность воспитывать у подрастающего поколения уважительное отношение к труду, понимание значимости безопасности, сохранение здоровья и жизни. Все детские работы размещены в альбоме на главной странице локального сайта Смоленская АЭС. Рисунки победителей и призеров направлены на выставку в центральный аппарат концерна «Росэнергоатом». Подведены итоги регионального этапа третьего международного конкурса детской фотографии в объятиях природы, организованного при поддержке Смоленской АЭС и администрации Десногорска. Его участниками стали 35 юных фотографов-натуралистов в возрасте от 14 до 17 лет. Победители конкурса, занявшие первое и второе место, в августе поедут в экологический лагерь в Нововоронеже, организованный фондом АТР АЭС. На суд жюри было представлено более 130 работ экологической направленности. В них конкурсанты отобразили природное многообразие, красоту природы, флоры и фауны, которые окружают Десногорск и Смоленску АЭС. Вы все сумели показать красоту нашей природы, ее экологичность, ее чистоту. Сегодня здесь собрались те ребята, работа которых жюри признала самыми лучшими. Первое место в конкурсе заняла фотография подражания Куинджи Анастасии Чихановой. Она увидела в природе Десногорска мотив мастера пейзажной живописи Архипа Куинджи и постаралась передать его на фото. Получился очень оригинальный снимок. Я занимаюсь фотографией уже с 2017 года. Мне это сразу очень понравилось, потому что это хорошая возможность запечатлеть всю красоту природы, других людей, животных. Я очень люблю снимать, ну больше всего люблю снимать портреты, конечно. И еще я увлекаюсь ночной фотосъемкой. Я очень удивилась, что я смогла занять первое место, потому что я только начинаю заниматься фотографией, ну только ищу свой путь развития. Я надеюсь, что лагерь тоже мне даст очень большие возможности для саморазвития и надеюсь узнать что-то новое. Необычные композиционные решения отметила жюри в фотографиях Софьи Котовой и Дмитрия Удалова, которым присудило второе и третье места соответственно. Участниками третьего международного конкурса детской фотографии в объятиях природы стали школьники из 16 городов-спутников атомных станций России, Венгрии, Белоруссии и Финляндии. Лучшие работы конкурсантов будут представлены на выставке, которая будет путешествовать по атомным городам. Уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие в праздничной игровой программе, которая пройдет 1 мая в 11.00 на летней городской эстраде. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте русэнергатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова